Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Екатерина Торопова. Сегодня мы расскажем тебе о самых интересных событиях из мира студенческого и всероссийского спорта. Смотри сегодня в выпуске. Две победы из двух игр. Акбарс сохраняет вторую строчку в Восточной конференции. Поражение и победа Рубина. Обзор матчей с Ростовом и Факелом. Первые игры Кубка Столетия. Как начался сезон у волейбольного «Зенита»? Межрегиональный кубок студенческой хоккейной лиги по Волжье. Суперкубок Казанского федерального. Выиграл ли Юрфак в третий раз? Акбарс продолжает свою победную серию в КХЛ и держится на втором месте в Восточной конференции. Но не все так однозначно в игре «Зеленых». С какими проблемами сталкивается команда, расскажет Рустам Габасов. Контраст эмоций. Этими двумя словами можно охарактеризовать прошлую неделю для Акбарса. Сначала казанцам предстояла встреча с Витязем, который находится на последнем месте в Западной конференции. Казалось, что игру «Зеленых» заберут без проблем, но так только казалось. Для болельщиков матч, конечно же, выдался зрелищным. Целых девять шайб на двоих забросили команды. Но для Акбарса это настоящий повод задуматься по поводу вратаря казанцев Тимура Белялова. Четыре пропущенные шайбы от одной из самых слабых команд в лиге. Да, явных ошибок в этом матче у него не было, но и надежно его игру назвать нельзя. Белялов один из самых слабых вратарей на данный момент в КХЛ. Хотя на скамейке есть Амир Мефтахов, который здорово провел прошлый сезон. Но почему Белялединов держит молодого вратаря на скамейке, непонятно. Также «Зеленый» уже не в первый раз выпускает преимущество в этом сезоне. Матч с Витязем не стал исключением. Но среди всех этих проблем есть и приятные моменты у команды. Летний трансфер Яшкина полностью оправдывает себя. Форвард в этом матче оформил хит-трик, чем помог команде. Без Яшкина в центре Акбарсу было бы сложно. На счету нападающего семь шайб в восьми матчах. Комбинация «Пятачок» Яшкин уже стала отработанной схемой. Акбарс мог выиграть матч, но по-прежнему не уверенно. К следующей игре было пристальное внимание, ведь это «Зеленое Дерби». Подогревал интерес и тот факт, что прошлую встречу с Салаватом Юлаевым в гостях казанцы проиграли. Но теперь игра была дома, и нужно было вернуть должок за предыдущую игру. Можно сказать с уверенностью, что это было одно из самых скучных «Зеленых Дерби» за всю историю. Акбарс довольно буднично проходился по гостям из Уфы и контролировал ход игры вплоть до третьего периода. Но там казанцы вновь начали вставлять себе палки в колеса ненужными удалениями. Все шайбы с Салаватой были заброшены в большинстве, но Никита Евсеев поставил точку в этом матче. В общем и целом, Акбарс выглядел хорошо, как и в первом Дерби, но чуть не проиграли сами же себе. Однако главное, что очередные три очка в копилке у команды, а также второе место в Восточной конференции. Если у Акбарса присутствуют проблемы по игре, но команда продолжает зарабатывать очки, то вот у Рубина дела обстоят сложнее. Проблемы есть так же, как у их коллег из хоккея, но побед минимальное количество. Как прошли матчи с Ростовом и Факелом, смотрите далее в сюжете. В Кубке России дела у Рубина ничуть не лучше, чем в РПЛ. Команда находится на последнем месте в группе, а играть предстоял с Ростовом, который эту группу и возглавляет. Это вторая встреча для казанцев с командой Валерия Карпина в Кубке. Первый завершил со счетом 1-0 в пользу ростовчан. Состав по сравнению с матчем с «Зенитом» претерпел изменения. В том числе мы впервые увидели на поле новичков команды Урыша Дрезгича и Егора Сорокина. Первая половина тайма осталась за Ростовом. Мяч в ворота хозяев залетел уже на 27-й минуте. Однако во второй Рубин активизировался и создавал опасные моменты. Дважды мяч попал в каркас ворот. В втором тайме казанцы играли также активно, и это принесло результат. Очень быстро Рубин счет сравнял, но на этом голевые действия от команд в матче закончились. Далее все перешло в серию 11-метровых ударов, где сильнее оказался Ростов. Очередное поражение Рубина. Казанцы рискуют вылезти из Кубка России, даже не попав в путь регионов. Однако шансы еще есть, но нужно выигрывать оставшиеся матчи с Уралом и Локомотивом. По второму тайму, да, очень неплохо реагировали на все моменты и могли выиграть, но в футболе так случается. Не забили свои моменты и проиграли по пенальти. 25 сентября команде уже предстояла игра с факелом. Игра 15-го и 16-го мест. Нужно было обязательно выигрывать, чтобы не закрепиться в зоне вылета. И с этой задачей Рубин неярко, но справился. Самое примечательное, что единственный гол в матче забил вышедший на замену новичок команды Валентин Вада. Благодаря победе казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, тем самым покинув зону вылета. Все равно это три очка. Но мы понимали, что это очень важная игра. И нам в психологическом плане нужно было одержать победу, добыть эти очки. Потому что я и до матча говорил сейчас на флеш-интервью и перед матчем о том, что по игре мы все-таки находимся не на своем месте. И мы достаточно много очков потеряли по тем ошибкам, которые мы допускали. К сожалению, к нам все залетало. И нам очень важно было, естественно, одержать победу. Следующая игра Рубина будет с лидером турнирной таблицы с Краснодаром 30 сентября. Зенит провел первые домашние матчи Кубка Столетия. Казанцы встретились с командами Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Белгорода. О том, как Зенит смог выиграть все три встречи, расскажем в следующем сюжете. Волейбольный Зенит прекрасно начал сезон в Кубке Столетия. Три игры и все остались за казанцами. Соперником в первый день была нижегородская команда АСК. Первую партию Зенит взял уверенно. Отличился новый игрок команды Роман Романовский. АСК были менее собранными, а так было в разы меньше, чем от казанцев. Вторая и третья партии прошли для Зенита еще лучше. Команда была объективно сильнее нижегородцев. Зенит без проблем одержал победу в матче со счетом 3-0. Во второй игре с Санкт-Петербургским Зенитом игра была уже интереснее. Обе команды очень сильные, и первые две партии шли наравне. Однако Казань вырывается вперед и выигрывает обе партии в сложнейшей игре. В третьей партии команда Санкт-Петербурга совершенно растерялась, и казанская команда сразу же создала большой отрыв и выиграла встречу. В третий игровой день Зенит встретился с Белогорией. Первую партию казанцы начали своим лидерством и смогли удержать его до конца. Вторая же партия была сложней. Команда Белгорода стала сильнее атаковать и сплоченнее играть. Однако все три партии все равно остались за казанцами. У нас стоит одна задача всегда – это играть максимально каждый розыгрыш в матче. Нас не интересует ни турнирная таблица, ни конечный результат в матче, ни конечный результат в чемпионате, в кухте, в чем угодно. Наша основная цель – мы должны выйти и отдать все в каждом конкретном розыгрыше. И быть как команда, поддерживать друг друга, не опускать голову, когда тяжело. У нас целый есть такой большой спектр обязанностей условных, которые мы перед собой ставим как задачи. Ждем дальнейших матчей казанского «Зенита», которые пройдут уже в следующем месяце. На прошлых выходных в Казани стартовали отборочные этапы чемпионата России по теннису. Соревнования проводятся в пяти разрядах – мужской одиночный, женский одиночный, мужской парный, женский парный и смешанный парный разряд. Всю следующую неделю пройдет отборочный этап соревнований. Финальные игры пройдут уже 1 октября, и в следующем выпуске мы узнаем имена победителей турнира. Традиционно этот турнир вызывает интерес и принимает участие у нас представители многих регионов страны, начиная от Калининграда и заканчивая Хабаровскому и Владивостоком. И в этом году мы прогнозируем, что будет примерно так же. Порядка, наверное, 27-30 субъектов Российской Федерации будут принимать участие. Количество спортсменов обычно около 130-150 человек, которые являются, наверное, ближайшим резервом нашей национальной команды, наших звезд мирового уровня, которые принимают участие в международных соревнованиях ATP и WTA. С 22 по 24 сентября прошел Кубок регионов студенческой хоккейной лиги в Поволжском регионе. О результатах и моментах матчей расскажет Софья Воронова. Три дня хоккея. Восемь команд из пяти регионов страны встретились в Казани, чтобы доказать, кто на самом деле заслуживает чемпионского звания. Рекорд. Первый игровой день устанавливают хоккеисты Ульяновской спарты из Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова, выступая против Казанского федерального университета. На шестой минуте первого периода Александр Свиридов открывает счет, тем самым начиная голевую феерию ворота федералов. Отличаются на льду Модест Савин и Вячеслав Кардин, забрасывая за игру по две шайбы подряд. С разгромным счетом в 16-2 побеждают ульяновцы. Мы настраиваемся на любую команду, у нас нет какого-то критерия, мы не знали, как ФУ играет. Мы играем в свою игру, то есть какого бы соперника ни было, мы будем играть в свою игру. В полуфинальных встречах своего итогового двузначного преимущества над стальными сердцами из Магнитогорского государственного университета имени Носова добилась команда «Крылатые барсы». Представляющий Приволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Активный прессинг навязывала команда из Казани. Хет-трик оформил Фидель Саберзианов. В первых двух отрезках барсы уверенно забрасывали по пять шайб ворота Магнитогорца. Значительным перевесом казанцев завершилась игра. Стальным сердцам так и не удалось навязать игру сопернику. Итоговый счет 13-2. Представители Мордовского государственного университета имени Огарева не менее уверенно преодолели полуфинальную стадию. На пятой минуте счет открыл Илья Сурков, удаленный за драку на 44-й минуте. Но после скамейки штрафников ему удалось забить еще две шайбы ворота Спарты. Мордовцы уверенно идут вперед. В этот раз уже ульяновцам не удалось сократить значительный разрыв. Счет 8-0. В заключительный день в матче за третье место бронзу забирают стальные сердца из Магнитогорска, переигрывая Спарту со счетом 7-3. Сначала команды идут вровень, однако потом магнитогорцы полностью забирают инициативу в свои руки и не дают соперникам попыток отличиться. Но кто все-таки станет обладателем Кубка? Финал оказался напряженным. В первом игровом отрезке лидировали крылатые барсы. На 10-й минуте Руслан Фазлеев технично забил ворота Мордовцев. За толчок в спину с нанесением травмы игроку МГУ до конца игры был удален Адель Галиулин. Игра не задавалась. Счет сравнял нападающий Артем Воробьев. После первого периода у барсов не получилось преодолеть оборону Мордовцев, даже при агрессивной атаке. На 52-й минуте Даниил Баймаков забивает гол. За 4 секунды до конца матча пустые ворота соперников поражает Клим Морозов. 4-2 после финальной сирены. МГУ Талина становится обладателем Кубка студенческой хоккейной риги по Волжской зоне. Хочется сказать большое спасибо организаторам турнира, что дают возможность перед чемпионатом поиграть, посмотреть на противника, понять, к чему готовятся в сезоне. Ну и в целом, всем хоккей. Софья Воронова, Неделя спорта. 20 сентября прошел матч за суперкубок Казанского федерального университета. На поле встретились команды юридического факультета и Института фундаментальной медицины и биологии. Об итогах игры расскажем далее. Жесткие столкновения, желтые карточки, потрясающая игра вратарей, красивые комбинации, поддержка болельщиков и, конечно же, голы. Все это мы каждый год ждем от суперкубка Казанского федерального университета. И этот розыгрыш не стал исключением. В этом году в матче за один из самых важных трофеев встречали сборную юридического факультета и Института фундаментальной медицины и биологии. РФА, который играл в суперкубке на правах обладателя Кубка университета, за своей спиной имеет огромный опыт выступления в этом турнире. Именно юридический факультет является рекордсменом по количеству титулов суперкубка. Два трофея за всю историю турнира. А вот их соперник, команда IFMI, в прошлом году смогла занять первое место на Спартакиаде Казанского федерального университета. Нельзя сказать, кто был фаворитом данного матча. Разве можно считать обладателя Кубка или чемпиона Спартакиада аутсайдерами? Конечно же нет. Это добавляло интриги матчу. В самом начале игры юристы хорошо сыграли в стеночку и вывели нападающего один на один с вратарем. Но голкипер биологов Сайфудинов был не согласен пропускать в самом начале и отразил удар. Далее голкипер Юрфака взял мяч в руки за линию штрафной площади, чем привез опасный штрафной вблизи своих ворот. Но воспользоваться моментом биологам не удалось. Затем юристы вновь разыграли стенку, однако как и в начале игры, Сайфудинов в тяжелейшем эпизоде выручает свою команду. Первая половина игры шла равна. Мяч переходил от одной команды к другой, но реализовать свои атаки никому не удалось. Первый тайм закончился с нулями на табло. Во второй половине матча команды стали играть быстрее. Юристы пробовали свои комбинации, а биологи хорошо перехватывали мяч и быстрыми проходами пытались подойти к воротам соперника. На четвертой минуте тайма Игнатьев жестко свалил на игроке Юны Си, после чего тот оказался на паркете, но он смог продолжить игру, а Игнатьев получил заслуженный горчичник. Спустя всего две минуты уже Юны Си попал ногой по лицу Шеревзянов, за что получил желтую карточку от суди. А вот 77-му номеру юристов пришлось сесть на скамейку. В середине второй половины игры Ифмиб все-таки забрал инициативу матча и регулярно насаждал на ворота соперника. Правда, забить никак не удавалось. Но за пять с половиной минут до конца игры, после розыгрыша из-за боковой линии, Иванов мощным ударом прошивает вратаря юридического факультета, а спустя всего минуту футболист Юрфака бьет выше ворот при выходе один на один. Не забиваешь ты, забивают тебе. Золотое правило, которое сработало и в этот раз. В самом конце матча Хаир Виластеги забивает второй гол и ставит жирную точку в этом противостоянии. 2-0. Институт фундаментальной медицины и биологии выигрывает свой первый суперкубок КФУ и доказывает, что они команды не одного года. Радости футболистов не было предела. Юридический факультет хоть и выглядел достойно, но опыта новым игрокам все же не хватило. Очень расстроены, не получилось. У нас многие игроки ушли после Кубка Ректора. И сейчас с таким обмоложенным составом тяжело от успехов играть. Были игроки, первоки, которых мы только в этом году взяли и не сыгрались вообще. Так получилось. Как планируете перестроить возможно свои тренировки? Да, да, будет очень много тренировок, надо поработать, кого-то нового набрать, кого-то убрать. Но это уже не я буду решать, мне нужно, но все равно переустановки нужны точно. Таким выдался суперкубок Казанского Федерального Университета 2023. Каким мы его и ожидали увидеть – ярким, интересным и динамичным. Но это только начало. Сезон студенческого спорта официально начался. На сегодня все. Это была неделя спорта. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!